Привет, ребята! Это Настя. У нас такая замечательная весна, что мне просто кажется у меня какое-то возрождение происходит. А может быть, это просто новая тактика в своей работе, которую я использую, которую я хочу сегодня поделиться с вами. Мне кажется, что если бы учёные измерили мои биомаркеры стресса месяц назад и сейчас, то они бы увидели, что у меня кортизол в крови повисился. Настолько мне она нравится, давайте я вам расскажу. Эта тактика помогает мне и поможет наверняка вам переходить от выполнения одного задания к другому или возвращаться к прерванному заданию с минимальной прокрастинацией. Потому что вам наверняка знакомо, когда ты одно дело закончил делать, второе ещё не начал, и вот эти вот несколько 20-30 минут, когда ты пытаешься настроиться, но не можешь. Да даже если тебя отвлекли… Помните, я рассказывала, что в среднем 13 минут нужно для того, чтобы опять войти вот в это состояние потока, но вплоть до 25 минут эта задержка длится. Так как сократить эту задержку между переходом от одного задания к другому? Для начала вам понадобятся часы. Шучу, конечно. Часы у вас и так наверняка есть на компьютере, но если вам нужны красивые часы, которые хочется всё время рассматривать, скажите мне, владельцы DB, если среди вас такие, как я, которые всё время любуются. Но в общем, в любом случае, у меня для вас есть последняя в этом сезоне акция Daniel Wellington. Я сама, ребят, в последний год, я бы сказала, наверное, больше всего люблю Classic Petite с золотым ремешком. На самом деле, с тех пор, как мне Филипп сказал, я с ним познакомилась и спросила, какие твои любимые часы? А он же дизайнит их. И он сказал, золотые. И с тех пор это мои любимые. В общем, с золотым ремешком и с кожаным чёрным ремешком. Сменный кожаный ремешок, ребята, стоит 40 евро. Но если вы закажете часы до 10 апреля, то вы можете выбрать совершенно любой ремешок на сайте в подарок к своей покупке. Как обычно, у меня для вас есть скидка. Вы просто введите код FANASTATION при чекауте, и этот код можно также использовать в обычных магазинах Daniel Wellington, у которых три всего в Москве. Мне говорили, что в авиапарке очень красивый магазин, но на самом деле, мне кажется, они все подобные. Как и раньше, доставка бесплатная и возврат тоже бесплатный. Если в течение 30 дней вам что-то не подойдёт, не понравится, вы без каких-либо вопросов можете вернуть продукт обратно. И, ребята, кстати, мне недавно написала девушка, которая говорила, что у неё вот этот замочек всё время расстёгивался. Я ей сказала сразу же обратиться в поддержку, потому что на все часы Daniel Wellington есть гарантия 2 года, и какой-то брак или что-то может случиться как на машине, так и на часах. Но мне просто всегда нравится, что Daniel Wellington очень оперативно и положительно на всё реагирует и решает. Единственное, что покупайте часы или в официальных магазинах, или на официальном сайте, и также они официально ещё есть на платформе Tmall. Итак, как сократить время между одним заданием и вторым заданием, между началом одного задания, перерывом и другим заданием. Всё просто. Journaling, ребята. Не просто journaling, а interstitial… Не уверена, как это называется journaling. Даже это слово выучила новое. Interstitial — это промежуточный. И я предлагаю вам взять за привычку каждый раз, когда вы делаете перерыв или заканчиваете одно задание и думаете переступить к другому, взять свой дневник, где бы он не был. Мы поговорим об этом позже. Взять свой дневник и записать пару слов дебриф касательно того, что вы только что сделали, и пару ваших мыслей о том, что вы сейчас хотите, к чему вы хотите приступить. Казалось бы, по крайней мере мне так казалось, что… Ну это же занимает гораздо больше времени, чем просто там вычеркнуть то, что ты сделал, и поставить точку, как я это делаю, напротив того задания, к которому я сейчас приступаю. Но это 2-3 минуты больше, а на самом деле это экономит 20 минут, которые бы мне потребовались, чтобы наконец-таки собраться с мыслями и начать. Сейчас я вам объясню, почему это работает. Первое — это нас переводит из проектного менталитета, проектного мышления в мышление, действие, мышление следующего шага. Помните, как наш замечательный Дэвид Эллен, Getting Things Done, писал, что большинство людей составляют свои to-do в списке как набор проектов. И проблема с этим в том, что действие, оформленное как проект, оно очень когнитивно тяжёлое. Например, я записываю, мне нужно сменить колёса на машине, и я напишу «сменить колёса», ну зимнюю резину на летнюю. Что значит в моём случае сменить колёса? Я их что, сама буду, лично пойду в гараж и буду менять? Нет. Может быть, мне нужно, например, подумать, нужно ли мне купить новые колёса и запросить цену на эти новые колёса и найти, купить их? Или, может быть, мне просто нужно попросить термин appointment, время у моего сервиса, чтобы туда поехать и сменить их? Или, как и в моём случае, мне нужно вспланировать целую поездку в Словению, когда я поеду в Словению, и только тогда я уже могу планировать, в какой день я буду менять колёса. В общем, чем дальше ваше to-do сформулированное в виде проекта от следующего действия, которое нужно сделать для его выполнения, а для меня это кардинально разные вещи — сменить колёса и запланировать поездку в Словению. Чем оно дальше, тем больше будет прокрастинации для его выполнения. И когда мы берём за привычку писать немножко пару фраз о следующей вещи, которые мы будем выполнять, это нас толкает неизбежно формулировать это в очень конкретных маленьких следующих шагах. Например, я сейчас, может быть, обновлю своё офисное приложение, потому что оно давно просило обновиться, обновлю его и начну писать свой текст. Это очень rudimentary, как это сказать, очень операционные, очень маленькие шаги — это именно то, что нам нужно, чтобы продвинуться вперёд. Второе — это то, что journaling даёт тебе осознанность. Ты можешь на минутку выйти из автопилота, осознать себя в пространстве, во времени, в контексте и подумать, что нужно следующее делать. Маленький пример. Буквально на днях я была в часах три в городе, и мне нужно было доделать ещё одну вещь, но в результате я увидела трамвай. У меня пронеслось в голове, что у меня через три часа занятие, я буду уставшей, надо-ка ехать домой. Я запрыгнула на трамвай и возле дома поняла, что нет, лучше было бы, если бы я пошла на библиотеку, которая была прямо там же, где я стояла, выполнила задание, которое мне нужно за час, и у меня бы всё равно ещё осталось два часа отдохнуть. В общем, естественно, в данном контексте я бы не могла достать тетрадь и начать journal. Но такое случается постоянно, даже когда я сижу за компьютером. И вот я просто хочу протетировать автора этой идеи, вот этого journaling-концепта. Я оставлю на него ссылку, потому что это он сам придумал, это нигде не повторяется. Это относительно новая идея и буквально свежая полтора года. И он сказал… Третье, промежуточный journaling даёт тебе возможность развить привычку там, где привычка в принципе неразвиваема. Помните, я вам рассказывала всякие исследования Duckworth, в том числе, когда они смотрели на самых таких организованных, продуктивных людей на работе, это те люди, или среди студентов, это те люди, которые в наименьшей степени рассчитывают на самодисциплину, на силу воли, просто весь их день состоит из какого-то набора очень эффективных привычек. Но проблема в том, что эффективно научиться, ну как бы иметь привычку эффективно переключаться с заданием на задание очень сложно, потому что задания очень разные. А вот иметь привычку вести дневник между заданиями, что само по себе делает тебя эффективным, это легко. Ты вводишь привычку там, где по-другому её очень сложно ввести. Ну и пятый бонусный момент — я очень много узнала о себе, читая свой journal. Я вам сейчас объясню, что я именно там пишу, там ещё и дополнительная информация, но начиная от того, сколько я времени на что трачу, заканчивая тем, ну продолжая тем, где и как я отвлекаюсь, и заканчивая тем, какие эмоции я испытываю в те или иные моменты, очень много о себе узнаёшь. Итак, что конкретно нужно делать? Каждый раз, когда вы приступаете к вашему заданию, открываете ваш дневник и записываете время, очень будет полезно потом, чтобы прочитать, как проходил ваш день, записываете пару предложений, пишите, над чем вы только что до этого работали, и, может, у вас какие-то остаточные мысли, чувства остались по этому поводу, их записываете, и дальше записываете, над чем вы сейчас собираетесь работать и как к этому лучше приступиться, какой будет ваш первый шаг. Не короткие предложения или одиночные слова, а полноценные предложения, мысли, как вот если бы вы просто кому-то это пересказали. Если вы вдруг думаете, что вас это будет отвлекать, когда вы постоянно переключаетесь на дневник, во-первых, из своего опыта вот этого джорналинга промежуточного должна сказать, что совершенно нет, но, во-вторых, вспомните, что юристы, например, те же, они билят свою работу в шестиминутных инкрементах. Мы в консалтинге, например, это делали в часовых. Конечно, это не значит, что юрист сидит и каждые шесть минут засекает и записывает, чем он работал, но просто есть очень много профессий, где ты вынужден третчить переключение с одного задания на другого, потому что таким образом ты билишь клиента, и я работала в такой работе. В общем, это только кажется серьёзно. Вы попробуйте, вы увидите, что это не проблема. Будьте открыты к этому. Инструменты, где лучше вести свой дневник. Это напрямую зависит от вашей мобильности, от вашего рабочего учебного стиля жизни. Так как я большинство своей работы делаю на компьютере, мне, чтобы не переключаться, мне проще это делать там уже на компьютере. Но если вы, например, менеджер или, ну я не знаю, бегаете из комнаты в комнату, то вам удобнее делать это в вашей какой-то записной книжке. Я делаю вот вставки, которые я показываю с своего журнала. Это из Notability — это приложение, которое Mariana Study Corner, знаете, такой юрист, португальский блогер, у неё очень красивые видео. Если не видели, советую посмотреть. Я просто люблю над ним зависать. Она прям с ума сходит по этому приложению, и мне кажется, что у него действительно огромный потенциал, но там столько функционала, и у него такой подъёмный, ну как бы learning curve, очень steep — надо много времени, чтобы его освоить. Но я думаю, что когда я её освою, это приложение, когда и если я его освою, то оно мне будет очень полезным. Попробуйте для начала пару дней просто вести вот свои записи так, как я сказала. А второй уровень будет также делать записи, когда вы испытываете какой-то дискомфорт, когда вы где-то застреваете. В психологии, на самом деле, это типичный… одна из типичных практик. Если ты испытываешь дискомфорт, тебя что-то очень сильно стрессует, напиши письмо об этом, и это позволит тебе посмотреть на ситуацию немного отстранённой и даст тебе возможность успокоиться. Для работы то же самое, и вот этот журнал идеально для этого подходит. Я вам говорю, что это один из самых эффективных тулов для управления. Мне кажется, в некоторые дни моя продуктивность вдважды увеличивается, потому что я не теряю времени, и я не впадаю в… Знаете, когда ты ещё теряешь время, не можешь собраться и прокрастинаться, у тебя ещё вот эти негативные чувства дискомфорта растут, и здесь у меня настолько день плавно и комфортно течёт, и я это прям вижу в своих записях. Попробуйте, обязательно попробуйте. Так, ну что, ребята, пришло времени 3-2-1, чтобы информация из этого видео не забылась, а чтобы вы могли её интегрировать в вашу жизнь, я вам предлагаю сделать, как обычно, 3-2-1. То есть напишите в комментариях три вещи, которые вы не знали, которые вы узнали из этого видео, две вещи, которые вы или расскажете своим коллегам, друзьям, или которые вы поисследуете, по-ресёрчите поглубже, и одну вещь, которую вы будете использовать в своей личной или профессиональной жизни, которая изменяет, сделает вашу жизнь лучше. Как вы помните, мы используем такое упражнение после каждого нашего урока по нейробиологии и обучения. И опять же, это одна из тех практик, которая действительно позволяет мне запоминать очень многое без каких-либо дополнительных усилий, просто не единожды услышав это, а ещё подумав это и обработав в своей голове. И сегодня вы даже не просто, не только для себя будете писать эти 3-2-1, но я хочу также разыграть среди вас три копии вот этой книги Дэна О'Райли «Позитивная иррациональность». Это книга 2010 года на самом деле, но Альпина, её, по крайней мере, вот это издание, оно новое, и Дэна О'Райли — это один из ведущих behavioral экономистов, поведенческих экономистов. Он автор множества книг на эту тему, и здесь он рассказывает о том… Ну в целом поведенческая экономика — это о том, что мы нерациональны. И здесь он конкретно говорит о том, как, будучи иррациональными, как это нам помогает в жизни, в личной жизни, в профессиональной жизни. И это действительно можно использовать для того, чтобы и лучше понимать поведение других, и лучше понимать своё поведение. Может быть, не попасться на какие-то маркетинговые уловки или просто остановить себя на автоматической реакции. Книга очень интересная. Я читала в оригинале её год, лет пять назад, наверное, но с удовольствием перечитаю и русскоязычные издания, тем более. Ну вот эта конкретно очень красивая. Я рандомно выберу трое людей из тех, кто оставит три-два-один под видео, свои комментарии, и видео в понедельник, наверное, ребят. Ну или посмотрите, может быть, в четверг. Я в инфобоксе, скорее всего, напишу ваши имена победителей, чтобы вы могли мне прислать свои данные, чтобы книгу вам прислали. Это всё на сегодня, ребят. Я очень надеюсь, что эта техника вас так же впечатлит, как она меня впечатлила и поможет вам меньше стрессовать и меньше зависать в прокрастинации. Увидимся с вами в следующем видео. Пока! Пока! Пока!